Уже и монстра добавим ее. Visible. Это видимость. В переводе. При создании формы мы сейчас зададим ее монстру. Персонажем мы ею пользоваться в принципе не будем. Хотя тоже зададим заодно уже. Монстр. Visible. Присловить true. То есть видимость включена. Отключать мы видимость будем монстру, когда мы его убили. Чтобы наш таймер не продолжал рисовать монстра, когда он уже убитый. Он будет просто исчезать и все. Видимость персонажа тоже включаем. Так, теперь вот при прорисовке монстра что мы будем делать. Вот так вот будем рисовать монстра. только здесь мы будем проверять. И в монстр точка visible. Если видимость монстра включена, тогда мы рисуем нашего монстра из массива картинок мон и мэйдж. И вот здесь подставляем поворот монстра и анимацию монстра. Так, давайте запустим и посмотрим, наш монстр будет рисоваться в указанных координатах или нет. Ага, он рисуется с нашими координатами. А ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь. А, вот. Здесь же тоже нужно подставить координаты монстра. Сохраняем, запускаем. Вот, монстр стоит на своем месте. С его анимацией. Видите, он рисуется выше нас. Почему выше? Потому что он позже рисуется, чем наш персонаж. А значит, он всегда будет ближе к экрану, чем мы. Так, теперь добавим шкалу жизни к этому монстру. Вот так же, как мы рисовали шкалу нашему персонажу, мы сейчас нарисуем так же и шкалу жизни монстру. Так, запускаем, проверяем. Вот. Теперь у нашего монстра есть шкала жизни. Когда мы будем наносить по нему удары, мы сможем визуально продемонстрировать, как она будет уменьшаться. Хорошо. Так, с этим разобрались. Теперь при нанесении удара, там, где мы наносим удар формкой пресс, мы должны с вами проверять, есть ли кто-то рядом. Причем в разные повороты. вот, если игрок повернут вниз, то есть поворот равен одному, и и координата x монстра, деленная на 60, то есть мы конкретную ячейку получаем, в которой он стоит. Причем x берем плюс 30, то есть по срединке. Будем проверять, где находится срединка монстра. div 60 равна player x div 60 плюс 30 плюс 30, так же срединку возьмем. координата x, если у них совпадает, и координата y здесь тоже координата y, и координата давайте поставим abs. abs обозначает абсолютное значение, то есть не важно от чего, что мы будем вычитать. Значение это все равно будет положительным. если у нас минус 1, минус 2 получается, то вот это вот значение abs все равно делает его плюсовым. Мы будем вычитать из координаты y монстра координату y плеера, то есть она должна отличаться на единицу. хотя стоп, абсолютное значение нам здесь не нужно. Мы вычитаем от координаты y монстра координаты y игрока, и у нас должна получаться единица, то есть на одну клетку ниже должен находиться монстр. Вот если координата x у них совпадает, но монстр находится на клеточку ниже нашего игрока, тогда мы от монстра, от его жизни начинаем отнимать силу игрока player.power с каждым ударом должны отнимать его жизни. Давайте запустим и проверим, будет отниматься жизни, когда мы будем наносить удары выше него или нет. Так, и давайте начнем бить его. полно полно полностью этот видео урок, а также другие уроки вы можете заказать на форуме моего сайта delgamed.ua slash форум, по электронной почте окзона 1 собака rambler.ru, а также в группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, группа называется создание игр на делфе.